так интересно похоже на подходе история о том что профессия меня раньше слишком наслаждала что я имею ввиду я слишком много от нее ждала что ли какого-то фулфилмент самореализации и так далее и каждый раз когда там кто-то из предыдущих начальников говорил мне помню оля нужно не делать то что любишь а любить то что делаешь я все время думала ну положая руку на сердце думала что какие ограниченные люди ничего не понимают а теперь понимаю что как всегда как всегда истина где-то посередине и так здорово что вот с подкастами так всегда ты никогда не знаешь когда тебя настигнет эта идея посетит ты понимаешь что нужно срочно бросать все идти записывать аудио потому что нет ничего ценнее этого момента в которой идея рождается я давно заметила что если записать какой-то эпизод потом часто уходит особенная какая-то энергия особенно тебя задевающая трогающая за живое сейчас сижу уже опоздаю скорее всего на зустрич но что поделать я все думаю откуда в нашем этом современном мире такое как сказать потребительское отношение к это безудержная потребность наслаждение работа должна тебя наслаждать общение с друзьями наслаждать поездки наслаждать любимый человек конечно тоже кайф ты должен получать от общения с ним от влюбленности в него и здесь мне кажется теряем такую вторую часть которая вообще про служение и про профессию как работу ну труд там очень много разных не знаю сложностей и отношения как труд ну то есть мы их не теряем они то эти части всегда присутствуют в нашей жизни но почему-то мы к ним относимся как к чему-то ну вот чаще сейчас пройдет а потом я опять жду наслаждения и это так знаете удивительно понимать что тебе это наслаждение стопроцентное подарить может да я снова хожу на вопрос вертикаль versus горизонталь да я снова утверждаю что если мы будем колбаситься по горизонтали только по горизонтали ожидая наслаждение красоты и радости от общения с людьми с нашими любимыми с семьей с природой на работе и так далее это будет неполная красота мы никогда не получим такой такого источника живой воды как оазис на этих среди пустынь который мы можем получить в общении с богом называть это молитвой медитации я не говорю сейчас ни о какой традиции веры просто это либо есть либо нет и это вера либо живая либо умозрительная и какое это счастье знать людей самой идти по тому пути когда этот источник человека по вертикали он не умозрительный а живой после того как то особенно глубоко в эти переживания соединенности с высшим я с вселенной с богом погружаешься возвращаясь в обычные дела в суету в таком нейтральном смысле слово да вам вам во множество дел ты понимаешь что вот я сейчас допустим не такое ощущение что я любую работу смогу делать я ее смогу делать без нытья в служении из благодарности к людям которые ее там мне закажут предложат дадут и к тем людям ради которых я для которых я что-то так буду выполнять и я понимаю что для такого состояния души нужно бежать сразу же вертикаль потому что в горизонтале ты никогда не найдешь такого сильного источника гармоничного внутреннего состояния найдешь возможно но он будет не такой стабильный не такой всеобъемлющий знаете я была на таком своеобразном ретрите на этих выходных достаточно шумной части города где располагалось здание костела в котором было невероятно тихо это было два дня тишины и радости настолько удивительно обычный район на левом берегу никаких там привычных глаз уда в центре нашего города любимого каких-то старинных зданий красивых парков и так далее просто рядом бульвар в котором то ли 6 то ли 8 полос и ты погружаешься в это удивительное просто такое спа для своего духа и выходишь в мир где даже 50 оттенков серого зимнего неба тебе окей где даже временная неопределенность в отношениях с определенными людьми временная неопределенность в продажах с клиентами с не значим с ремонтом смотрите мой предыдущий эпизод точнее слушайте где это все не помеха потому что есть этот есть эта тишина внутри это такое благословение мне кажется именно она может питать по-настоящему круто классно самые большие самые великие шедевры не не только в живописи или искусстве вообще шедевры такие рукотворные созданные человеком созданные его умом мозгом так далее слушать расскажу вам последнее это удивить это классно будет такое совмещение темы профессии и вертикали я недавно узнала что собор айя софия в стамбуле в каком его веке строили в шестом значит строили рабочие так что после каждой дюжины камней они молились очень короткой молитвы затем еще дюжина камней и еще молитва и вроде бы как город расположен в сейсмоопасной зоне и за все эти сколько 15 веков храм ни разу не пострадал представляете какая сила была в руках этих молящихся и работающих людей я наверное этот эпизод айя софия назову не знаю посмотрим люблю вас айя